приветствую всех на своем канале сегодня мы с вами будем делать расклад на тему иллюзии в расклад взят вновь с дневника шучали на и рочевой дневника раскладов у нас будет сегодня с вами 9 вопросов опять одна позиция вот и мы сегодня с вами немножечко разберемся с иллюзиями пока я мешаю колоду хочу ответить на один вопрос да недавно меня спрашивали что же так а что же такое иллюзия я постараюсь ответить на него вот не гуглов скими значениями а то как я понимаю для меня иллюзия это искажение нашего ума то есть способность нашего мозга скорее всего его работа заключается в том что мы собираем через пять своих органов восприятия до через за рецепторы ту или иную информацию в основном мы опираемся на свой визуальный ряда то есть то что мы видим но если вы немножечко копнете глубже и посмотрите как работает все таки наше зрение то возможно многие из вас удивятся тому что по сути информацию которую мы получаем через визуальный ряд через свое зрение на не такая-то и настоящая на самом деле да то есть мы получаем определенную такую картинку плюс ко всему она у нас идет перевернута вся информация проходит через глазное яблок идет в определенную область нашего мозга там она обрабатывается то есть по сути мы что-то видим частично а остальную информацию наш мозг до вас создает ну вот к примеру может быть видели разные упражнения до психологические где есть несколько точек да они могут быть в каком-то хаотичном порядке и когда ты на них смотришь да то у нас появляются некие такие ассоциации то есть на что бы это могло быть похоже для кого-то это если соединить точки то есть вот этот вот процесс соединения точек до визуальной за это у нас соответственно краски наш мозг то есть мы видим точку а дальше наш мог мозг воссоздает картинку на чтобы это было бы похоже да вот это вот и есть иллюзия то есть некий такой обман реальность вообще она одна общая для всех но иллюзия и обман это наше искаженное восприятие этой иллюзии почему она искаженная потому что для интерпретации информации мы так или иначе опираемся все на свой собственный опыт прошлого да как у нас воссоздается этот опыт с одной стороны через действия и выводы которые мы делаем исходя из своих действий с другой стороны мы опираемся на убеждения которые в первую очередь нам передавали наши родители да и говорили что вот так надо на стуле сидят за столом едят и так далее то есть вот эти вот все команды убеждения которые нам давали наши родители в дальнейшем многие убеждения мы сами нарабатывали поэтому исходя из того какой опыт так моя благовония потухла немножко исходя из того какой опыт у каждого из нас да то количество убеждений мы получаем то есть если например вы родились в семье условно говоря воспитанной культурные да где были какие-то определенные морально-нравственные ценности то и убеждения в принципе были аналогичны то есть если вашей семье были люди например позитивные то как правило они передают и позитивные какие-то убеждения да если человек по своей натуре пессимистичен то конечно же через призму своего пессимизма он смотрит на мир вот это вот вот эти вот искажения помимо убеждений да еще и работа нашего мозга ну например какие могут быть искажения одно из многим вам известных искажений это время время это чисто субъективное восприятие нету его объективного объяснения что о чем о чем я говорю о том что например когда вам нравится какой-то фильм либо вы влюблены и находитесь компании любимого вам человека либо вообще просто компании очень приятное время протекает чисто субъективно для вас быстро когда вы находитесь на нелюбимой работе вам осталось там пять-десять минут для того чтобы прийти к завершению рабочего дня да вот эти вот пять-десять минут они тянутся неимоверно либо наоборот когда вам вас просят задержать дыхание вот вам кажется что вот эти вот там месяц на 10 секунд 15 секунд они длятся бесконечно вот это вот искажение до восприятия времени это тоже иллюзия и мы все абсолютно все люди живем каждый в своей иллюзии каждый в своем самообмане и на основе того во что мы верим да кто в чем гораздо обманываться так мы и воссоздаем свой мир поэтому для одного человека получается так что в его мире все хорошо все замечательно да потому что он в это верит у него есть такие убеждения у него есть определенные ценности вот и и его мозг искажает реальность таким образом что вот в его мире все хорошо все замечательно а если эти например которые вот все увидят и обращает внимание только на что-то негативно пессимистическое кто-то может сказать но если у человека трудности сложности вот прям череда одна другой это что самообман а в большинстве своем да потому что наш мозг воссоздает то во что он верит то есть если мы начинаем верить что мы неудачники да ну нам постоянно внушают либо говорят ой ты какой-то глупый то мы на этом делаем акцент да то есть в любое внушение это установка на на что на чем должен наш мозг сфокусироваться да и исходя из этого он притягивает как раз таки ту реальность который будет соответствовать данным установкам если мы говорим в позитивном ключе там тоже самое поэтому сегодня мы посмотрим нашу с вами иллюзорность ситуацию и немножечко разберемся не помню говорил или нет что расклад быть на одну позицию если не говорила то уговорю сейчас и прежде чем начну сразу хочу поблагодарить всех кто использует кнопку кнопку супер спасибо то есть под раскладом есть вот это вот сердечко она называется супер спасибо кто нажимает и это сердечко и оплачивает мне мне приятно точно так же как мне приятно за ваши донаты ну мне кажется я все сказала настроилась давайте посмотрим итак первый вопрос в какой ситуации вы находитесь в иллюзиях да и какой ситуации вы находитесь иллюзиях да аркан стойкости о чем он нам здесь говорит иллюзия о том что знаете вот как-то стойко надо терпеть да здесь в данном случае семерка педакли говорит про ожидания что-то надо жди дожди в ожидании находясь чего тут ожидаете что мы ждем что придет момент когда все будет жизни по девятке кубков хорошо да когда будет какое-то наслаждение когда нам повернется удача и вот все будет в нашей жизни замечательное вот в этом есть такая стойкая иллюзия да в плане того что все будет хорошо вот прям наступит тот момент причем не сейчас заметьте а когда-то да что вот надо еще потерпеть надо еще подождать здесь почему-то идет про ожидание про некую такую пассивность что вот надо быть в позиции пассивности и когда цикл какой-то завершится либо когда время придет вся ситуация у нас изменится еще в какой ситуации вы находитесь в иллюзиях в иллюзиях знаете какой ситуации что вам вот сейчас на данный момент и так хорошо девятка педакли говорит о самодостаточности что мне в принципе все устраивает в моей жизни и так все хорошо но в этой девятке вообще всех девятках есть один минус это отстранение от социума это когда человек погружается в себя я не могу сказать что это стопроцентная интровертность да у нас кстати выпало две девятки как показатель того что здесь человек больше ориентирован на себя нежели на внешний мир и вот иллюзия в том что у него все хорошо да что меня все удовлетворяет мне всего хватает и вообще все замечательно интересно ну-ка 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 я хочу сейчас здесь посмотреть а почему здесь это иллюзия потому что пришло время перерождение до пришло время изменения понимаем теперь что речь идет о том что наступило время когда что-то нужно в себе поменять даже не только в себе а вообще в вашей жизни нужно что-то менять а вы этого не хотите и вы себя как-то вот успокаиваете говорить о мне и так хорошо да мне меня меня удовлетворяет и меня устраивает вот моя жизнь так как и есть так ли это на самом деле да да я могу сказать что вас устраивает ваша жизнь в плане комфорта да здесь не обязательно в плане финансовой страны а вот вам так комфортно вам так понятно но есть одно но пришло время что-то менять да вот вы просто не хотите да зависли вот как-то на своем пути в своем развитии вы немножечко зависли в принципе не совсем-то и плохая иллюзия бы так сказать бывает и похуже хорошо как проявляется вообще вот это вот ваша иллюзия аркан звезды проявляется она ваших мечтаний да что вот вы как-то знаете человек достигший какого-то каких-то своих удобств я бы так сказала но это понимаете это не сто процентов что вот в реальности это действительно так вы как будто бы адаптировались адаптировались и приспособились к жизни и вот ваша вот эта вот иллюзия комфорта она выражается через какую-то мечтательные с одной стороны а с другой стороны вот какая-то знаете надежда она причем у вас выражается в ощущение что вот что-то сейчас поменяется причем поменяется само по себе без того чтобы вот я прикладывала как-то какие-то усилия совершал какие-то действия да вот как-то и надеюсь что вот что-то что-то произойдет вот здесь какое-то такое ощущение как еще это проявляется знаете хочется сказать через какую-то мудрость возможно я не знаю как то чеса через какое-то такое мировоззрение немножечко философское в котором есть очень много ментальной активности да то есть в мыслях и очень мало физической какой-то активности а еще я могу сказать здесь вот как будто бы очень много надежд на какую-то богатую роскошную жизнь вот это вот богатство и роскошь она может касаться не только финансов это может касаться еще и состояние это может казаться касаться вашего внутреннего какого-то ощущения да внутреннего богатства богатства вашей души вот вы как будто вы делаете опор больше на на вашу душу нежели на реальный какой-то вот материальный мир такое ощущение что вы себе говорите что не знаю мир либо жизнь какая-то такая бренная и больше нужно делать акцент на состояние души да больше как-то надо заботиться о своей душе нежели вот об этом физическом мире вот здесь какая какой-то такой самообман а он знаете почему у вас происходит потому что вас не удовлетворяет материал материальная сторона вопроса и вы как будто бы вот из-за своей пассивности да вы не знаете как поменять как что-то изменить и вы себе придумываете вот эту вот не знаю какую-то идею того что ну все равно собой ничего не заберешь да поэтому я хоть буду больше вкладываться вот как-то в себя знание как-то в состояние своей души ну и ничего страшного что у меня там не будет пятого платья там либо я не пойду в театр да есть другие какие-то развлечения здесь вы как будто бы себя лишаете в чем-то ограничиваете я не могу сказать что здесь присутствует бедность здесь есть достаток но у меня ощущение того что вы могли бы больше могли бы больше потенциал у вас больше и заслуживаете вы больше а но вот потолок притязаний у вас здесь очень низкий да то есть у вас если есть желание они не в плане материи они скорее всего вот в плане духа в плане развития а там у вас могут быть большие какие-то амбиции да в плане развития каких-то познаний взглядов на мир а вот в материальном что-то таком знаете ощущение ощутимом мире то что вот можно как-то потрогать пощупать да здесь вроде бы хорошо вроде бы хорошо да но могло бы быть и лучше вот если бы вы захотели здесь как будто вот я говорю потолок притязаний он какой-то низкий у вас нету амбиции у вас нету желаний таких вот прям больших больших как еще проявляется ваша иллюзия ну вот то что жизнь это череда каких-то вот переменных событий да полос будет белая полоса потом идет черная потом опять белая а потом будет черная то есть все циклично все изменчиво и зачем я к чему-то буду прикладывать усилий да когда она и так сменится то есть придет время да и все само изменится потому что ну ничего не бывает статичным то есть зачем я буду что-то делать я лучше подожду да зачем не бегать за трамваем как говорится либо за автобусом когда я подожду придет другой вот здесь какая-то такая философия примерно вот через это на появляется причем смотрите как проявляется до ваша иллюзия выпало три великих аркана то вы очень надеетесь на на влияние сил свыше в чем вы заблуждаетесь так давайте посмотрим в чем вы заблуждаетесь королева мечей о чем она о чем она нам тут говорит так здесь у нас аркан идет гордыни так секундочку надо подумать что нам здесь хотят карты сказать в чем вы заблуждаетесь здесь вот знаете какое-то ощущение времени вот ваше заблуждение идут по поводу времени в плане того что вот как будто бы не надо торопиться рыцарь педакль говорит о том что нужно делать совершать один шаг за раз да тише едешь дальше будешь и вот королева мечей нам как раз ки тоже говорит про перемены да то есть она вроде бы и готова к переменам и легка на подъем но при этом вот как-то резко измениться не получается да вот что-то вас сдерживает как будто бы вы как-то сами себе говорите о том что не надо торопиться чем еще вы тут заблуждаетесь так король мечей пара выпала да в каких-то ваших мыслях каких-то суждениях и вы еще держите людей на расстоянии здесь дистанция а вообще ваше заблуждение знаете вы очень аккуратны в своих каких-то помыслах либо в своих каких-то действиях почему потому что очень боитесь впасть в какую-то зависимость то есть я бы сказала что здесь ваши страхи как-то знаете не зацикливаться на чем-то да не желать вот огромный страх не быть одержимым каким-то желанием вот вы как будто бы стараетесь все через логику проводить вы боитесь как-то раскрепоститься боитесь я не знаю загореться чем-то всем своим сердцем вот здесь присутствует какая-то такая знаете вот аккуратность да то есть надо желать что-то аккуратно надо идти к своим целям аккуратно почему потому что вдруг не знаю вы боитесь вот какой-то какого-то внутреннего огня да что он вас будет сжигать ну например если бы это касалось там тема отношений я бы сказал что вот вы боитесь расслабиться и отпустить себя потому что возможно там не знаю боитесь влюбиться элементарно если это например тема профессиональной сферы да то вы как будто бы боитесь загореться какой-то идеи почему потому что вдруг я потом перегорю либо вдруг что-то не получится будет какие-то трудности я боюсь разочаровываться то здесь какой-то человек очень очень аккуратный и настороженный я бы сказала поэтому в чем вы заблуждаетесь в том что вот нужно себя контролировать не надо никуда спешить да все ваши действия они должны быть продуманы вот сто раз отмерь один раз отрежь вот здесь какие-то такие убеждения у вас идут чего вы не видите вообще а вы не видите того что вы сами себе разбиваете сердце как раз таки так в этой колоде два аркана дьявол один дьявол одна один арка называется зависимость вот дьявол здесь позитивный а зависимость здесь вот это вот одержимость как раз таки негативном ключе чего вы не видите вы не видите того что вы очень сильно сами себя раните то есть на пути как раз таки самопознание вот этой вот вашей духовности в которой вы сейчас развиваетесь ли вы по крайней мере стремитесь что вы очень жесткие по отношению к себе что вот это вот ваша мечовость да по королю мечей королю мечей приводит вас как раз таки к тройке мечей здесь какой то знаете человек очень сильно дисциплинирован да у которого есть правила и он их никак не не нарушает и вот вы не видите как раз таки того что на пути своего развития да именно в плане духовности вот самопознание на которой вы встали вы сами как-то вот вот это вот ваше самопознание и развитие оно идет как-то через боль ну как бы вам сказать например вы берете какие-то аскезы для себя либо придумываете себе какие-то правила придумываете какие-то себе практики в которых вы очень много себя чего лишаете вот в этих лишениях да вы как-то с одной стороны мучаете страдаете вот но это сами себе объясняете что это вот как-то во благо а и вот этого вот вы не видите в этом в принципе есть ваше заблуждение что о чем она говорит о том что можно прийти к тому чему вы хотите но можно прийти более мягко да то есть без каких-либо лишений без вы как будто бы знаете выбрали для себя путь мученика который безусловно в конечном итоге он будет увенчан успехом да потому что столько много лишений они не проходят бесследно но параллельно с какими-то профитами вы в конечном итоге получите и очень много грусти очень много боли и вот вы не видите самостоятельно о чем вам здесь говорят о том что вы сами себе причиняете боль мне хочется спросить какую боль боль в плане того что вот вы не выбираете вы не несете ответственность за свой какой-то выбор вы очень сильно полагаетесь на какие-то знаки свыше на судьбу понимаете здесь как у меня такое ощущение что вы у вас есть какое-то свое видение как нужно двигаться по жизни и вы например начинаете разговаривать с вселенной и говорите вот я хочу там не знаю что то получить дай мне знак и вот начинаете считывать знаки и я не знаю если например вы считали знак как отрицательный то есть вы его проинтерпретировали все знаки они нейтральны а интерпретация она идет как мы с самого начала сказали да в нашем мозгу и вот почему то какой то знак например который вы хотели получить да вы проинтерпретировали его в негативном ключе и вы сразу отказываетесь от этого желания почему потому что подсказка говорит что нет мне не надо идти вот например в этом направлении и по сути вы как будто бы сами себя не слышите вы не можете сделать этот выбор вы вообще все что касается выбора вам дается немножечко сложно в плане определения а что вы как будто бы знаете избегаете вам проще быть свободным ну например вступать мне в отношении да либо не вступать вроде бы и хочу это классно с другой стороны ощущение того что от меня там будет лишать как-то свободы надо как-то подстраивается по другого человека а мне и так вот по девяткам и хорошо да и в принципе не очень то нужно ну и ладно пускай будет знак если вдруг я там натолкнусь на какого-то там я не знаю серёжу и диму или еще колю какого-нибудь пока нас лбами не столкнет вселенная значит ну мне ничего не надо то есть вы по сути не берете ответственность да вы не можете определиться а надо вам или нет то есть вы сами не понимаете почему потому что причина здесь заключается как раз в этом дьяволе она говорит о том что если вдруг я сама себе скажу что-то признаюсь даже не просто скажу а признаюсь мы бойти себе признаться если вы признаетесь и скажете что я хочу это тамyangин euh мне нужна эта работа не нужен этот человек мне нужна там в этот курс либо еще что то если в это себе признаетесь а то вы признаетесь и как раз таки себе в своем желание и стремлении это получить и получается в тот момент когда вы признаете что вам это нужно вы боитесь что вы впадаете автоматом в в какую-то зависимость от результата. Вот пока вы себе не говорите, ну и ладно, нет у меня, допустим, молодого человека, ну и прекрасненько, и здорово, не больно-то и нужно. То есть я, в принципе, свободна и независима. А тут вам вдруг кто-то понравился, и вы боитесь себе признаться, да, мне этот человек нравится, я хочу с ним вступить в отношения. Потому что если я себе это признаюсь, вы как будто бы боитесь, что вы растворитесь в этом человеке и утратите свою способность, свою свободу. То есть вы себя боитесь потерять, а по сути это и есть иллюзия, да, дьявол. Вы не можете себя потерять, и с ума вы просто так сойти не можете, да. Это не такой-то простой, как это сказать, способ, механизм сойти с ума. И себя вы не сможете потерять. Опять-таки здесь вас говорит какой-то ваш прошлый опыт. Поэтому здесь иллюзия как раз-таки, то, чего вы не видите, заключается в том, что вы боитесь сами себе признаться в своих желаниях, то, что у вас есть эта потребность. И вы эту потребность как будто бы как-то так завуалируете для себя, закрываете, прикрываете, не признаетесь. Здесь об этом идет речь. Что вам нужно увидеть? То есть истинное положение вещей каково. Аркан плодородия, изобилия, аналогичный аркану императрицы, который говорит, что на самом деле вы можете получить абсолютно все, что вы хотите. Здесь ваши страхи. Вы сами себе запрещаете то, по сути, что вы хотите. Понимаете, здесь такая интересная такая игра. Я хочу, у каждого это хочу, оно свое. Но и одновременно я закрываюсь от этого. Какое еще истинное положение вещей, что вам нужно увидеть? Что вы сами себе придумываете какие-то обязательства, придумываете себе какие-то должествования, либо какие-то причины, по которым вы не можете иметь то, что вы хотите. А на самом деле причина просто заключается в том, что, во-первых, я не знаю, что я хочу, а во-вторых, я боюсь себе признаться в этом, что мне нужно. То есть вы как будто бы себе даете установку, а мне вообще ничего не нужно. Почему? Потому что вот она девятка педаклей, девятка кубков. Мне и так хорошо, и я вообще независимый человек. И я не хочу быть вообще зависимым ни от кого. Нету, я не знаю, в холодильнике поесть. Ну и прекрасно. Я ни в ком не нуждаюсь. Здесь вот эта вот гордыня, она очень ярко выражена внешне. А внутри за этим скрывается такой очень ранимый человек, который устал бороться и нуждается в внимании какого-то человека, чтобы на него обратили внимание, чтобы кто-то о нем позаботился. Потому что внешне здесь человек, который надел на себя вот такую вот броню сильного человека, а за этим скрывается такой очень мягкий человек, который уже устал и самому как-то справляться уже достаточно сложно. Так, вот такое истинное положение вещей. Что привело вас к формированию вашей иллюзии? Того, что нужно ждать и то, что вот мне и так по жизни хорошо. Ну вот аркан прошлого шестерка кубков. Что там в этом прошлом? Какие-то ваши идеи, фантазии? Так, с чем это связано? С неуверенностью. Сейчас, секундочку. Знаете, у меня такое ощущение, что возможно в детстве, ну либо не в детстве, а как-то в прошлом вы не находили поддержку в своей инициации. Возможно, когда вы брали какую-то инициацию на себя, вам ваши крылья обрезали и говорили, а у тебя и так не получится. И здесь вы, либо не будь выскочкой, здесь любое действие, любую ответственность, которую вы брали на себя, она была как будто бы наказуема, она не поощрялась. И здесь вот семерка педаклей говорит, кстати, на повторе, она говорит о том, что вам как будто бы вас заставляли ждать. Вот вы что-то хотели, да, вам, например, ну не знаю, какой-нибудь, может быть, подарок куклу, вам говорит, подожди, да, вот когда будут деньги, тогда ты получишь. А ребенок этот маленький, он как будто бы не совсем понимает, да, я хочу, я хочу это сейчас. Причем вас кормили завтраками и в конечном итоге вам даже и не покупали то, что вы и хотели, да, то есть поэтому вы как будто бы с одной стороны перестали брать инициативу на себя, потому что понимали, что инициатива, она какая-то наказуема, поэтому зачем мне лишний раз делать действия какие-то. А с другой стороны, такое ощущение, что вот вам все время как-то вот обещали, обещали и не выполняли. И во взрослой жизни, да, вы, возможно, в вашей жизни были такие ситуации, когда вас кто-то кидал в кобычку, да, то есть, ну, обманывал, обещал и не выполнял. Поэтому вы как будто бы уже и не верите, поэтому вы себе и говорите, ну, мне и так хорошо, да, то есть я могу там на чем-то, на что-то надеяться, да, но как-то все равно веры в этом не так-то и много. Но, в принципе, здесь как раз-таки вот какие-то ваши фантазии в прошлом, они не поддерживались. Возможно, я не знаю, у вас были какие-то мысли, да, вот вы были маленьким ребенком, у вас были какие-то мысли что-то сделать. Возможно, вы приходили там к маме, к папе, либо, я не знаю, к старшему кому-то, к взрослому, к авторитетному человеку и рассказывали, вам говорят, да, что за чушь, да, да, это не будет работать. Вот какая-то такая очереда повторных ситуаций, вместо того, чтобы вас как-то поддержать, сказать, да, это классно, это хорошо, вас, наоборот, как будто бы, ну, обесценивали, да, вот обесценивали ваши какие-то идеи, какие-то фантазии, либо вместо того, чтобы как-то поддержать и показать, что да, ты правильно сделала выбор, да, вас, наоборот, как-то вот опять-таки обнуляли, не продавали значения, ну, типа, опять что-то там придумал. То есть к вашим каким-то состояниям и ощущениям относились халатно, именно через обесценивай, да, что ты там на себе напридумал, да, такого и быть не может, да, не получится, вот что-то такое, и вы как будто бы утратили веру в себя. Поэтому вы находитесь больше в пассивности такой, а я посмотрю, а я пригляжусь, да, то есть пускай это сначала, все вы относитесь к той категории людей, которые говорят, я сначала увижу, потом я в это поверю. Хотя в душе своей вы никогда никому не признаете, что вы фантазер, что вот у вас все равно живет вера вот во что-то такое лучшее. Только вы как-то вот, ну, закрываете это в себе. Так, какие страхи мешают вам увидеть истину? В принципе, мы затронули, но все равно, какие страхи? Высший суд. Знаете, такое ощущение, что что-то закончится, а вы, скорее всего, как будто бы время выйдет, и вы не успеете что-то завершить. Ну, не знаю, там, не знаю, может быть, жизнь проходит, и я так и не успел там куда-то сходить, да, либо чего-то достичь, что-то сделать. Вообще страх, самый большой страх здесь оценки, потому что высший суд, это все-таки про оценивание, про анализ такой очень глубокой ситуации. Возможно, здесь, короткий страх критики, да, либо чужого какого-то мнения. Ну, в данном случае, не просто мнения, а каких-то осуждений. Вы очень сильно, возможно, боитесь осуждения. Также боитесь, я не знаю, возможно, какого-то наказания от семьи, либо вообще все, что связано с семьей, да, то есть это и создание в том числе семьи. Может быть, боитесь там, я не знаю, каких-нибудь серьезных отношений, чтобы как-то не оступиться, чтобы вас не было так же, как, например, в вашей родительской семье. Какие еще страхи вам мешают увидеть истину? Какие еще страхи вам мешают увидеть истину? Королева Педакли, о чем она нам тут говорит? Мне хочется сказать, что какие-то ваши семейные ценности, да, вот то, что, как раз я и говорила в начале, семейные ценности, скорее всего, ценности, которые вы получили именно из семьи, не те, которые вы приобрели для себя в течение своей жизни, а именно вот то, что вы получили в семье касательно, возможно, взаимоотношений, да, между там, папой и мамой, либо как выстраиваются вообще отношения, в том числе и касательно финансовой стороны вопроса. Ну, вот двойка кубков все-таки мне говорит больше про взаимоотношения, нежели о финансах, хотя это все взаимосвязано. Почему? Потому что именно ценность, которую мы выражаем через взаимоотношения, да, через выстраивание границ, через коммуникацию друг с другом, это те же самые отношения и с деньгами, только вместо денег можно поставить, там, я не знаю, женщину, либо мужчину, в зависимости от вашего пола. Вот, и это те же самые выстраивания отношений, то есть, если у вас, например, там, я не знаю, неналаженные взаимоотношения, там, с папой, да, либо с мамой, примерно то же самое, это будет, такое же отношение будет у вас и к финансам. так, упала, да, моя благовония здесь. Хорошо, еще идем дальше, да, какой духовный урок вы должны усвоить вообще в ситуации с вашими иллюзиями? Ну, на самом деле, урок по магу, в том, что вы сами себе придумываете и создаете ту жизнь, в которую вы верите. в большинстве своем, да, мы уже здесь посмотрели, что то, что вы сами себе напридумывали, маг это такой человек, который имеет огромную энергетическую мощь внутри себя и куда вы свое внимание направляете, вот эту свою энергию, то и случается. И здесь ваш духовный урок говорит как раз таки о том, что вы способны, вот я в самом начале вам сказала, да, что даже в тех финансовой стороне вопроса, которые у вас есть, вы способны на большее. Я не могу сказать, что там в два раза, но как минимум в полтора раза получать больше, чем у вас есть, на данный момент вы способны. Ну, вот и Аркан Мира краски говорит о том, что вы можете расширить свои границы, да. Какой духовный урок вы должны усвоить в этой ситуации? Ну, во-первых, эта ситуация должна завершиться, и в этой ситуации вы должны увидеть, какие-то новые возможности. Что за возможности вы должны, во что вы должны войти? Ну, вот вы должны войти в это изобилие, да, то есть вы должны увидеть, насколько мир изобильный. Для того, чтобы это увидеть, вам как будто бы, знаете, надо найти в себе те убеждения, которые вам перекрывают это видение. Ну, например, там, я не знаю, какие убеждения вы могли бы взять из своей семьи, что, я не знаю, честным трудом большие деньги не заработаешь, что в мире вообще, там, я не знаю, везде есть коррупция, да, везде есть взятки, и вот по-честному как-то заработать не получится, да, либо, я не знаю, я не способен монетизировать свой труд, да, либо, я не знаю, моя среднестатистическая зарплата, это такая же, как у моего окружения, вот, как будто бы на больше я не смогу, либо там, я не знаю, я не вижу возможности заработка, либо в моей стране невозможно заработать больше честным труду. Не знаю, здесь какие-то убеждения. Вам нужно увидеть эти убеждения. Знаете, как можно это сделать написать напишите во что верят допустим ваша мама по поводу финансово что она вообще говорила по поводу денег что деньги там приходят и уходят что мы живем например от зарплаты до зарплаты что нам не хватает не знаю ну что вот она думала потом напишите то же самое про своего отца финансовом аспекте какие у него есть мысли потом напишите свои обязательно вот в этом списке вы увидите те ваши мысли да которые показывают указывают вам на то что вы себе не разрешаете не а если вы спине зашли значит вы это и не замечаете какой еще духовный урок вы должны усвоить в ситуации ну во первых нужно посмотреть правде глаза да какую правду вы должны увидеть ну что вы уже пришли к такому моменту когда вот ваш прошлый опыт он уже отыгрался он уже завершился меня вы уже можете сейчас жить как-то по-новому но поскольку вас нету нового какого-то примера да вот это вот изобильной своей жизни вы продолжаете по накатанной у вас получается таким образом что по старому я уже не хочу потому что я понимаю что как-то перерос да то есть аркан мира говорит о том что ну все уже точка уже ну ситуация завершилась надо уж как-то по-другому а по-новому я не могу почему потому что у меня нету новых убеждений и вот чтобы были новые убеждения их нужно самому себе придумать придумать вот этот сценарий да во что теперь я буду верить вот помогу во что в какие мысли что я хочу себе придумать вот какую модель вы себе хотите придумать во что вы хотите верить вот здесь как будто бы вам дали такой белый лист и сказали вот во что ты будешь верить то у тебя и будет причем знаете верить не нужно сразу во что-то такое вот прям огромное что я буду там в изобилии в достатке если я к этому не привык а постепенно постепенно придумывать какие-то более позитивные но при этом адаптивные под вас убеждения то есть модель она должна создаваться постепенно чтобы знаете вот как будто бы когда есть клякса вот если посмотреть у нее либо лужи до лужи на земле на асфальте вот смотришь у нее нету четкие границ она как будто бы постепенно постепенно уходит на нет если мы начинаем например если когда-то рисовали особенно если акварельными красками на когда капните краской она сразу так растворяется и концы у нее так аккуратненько аккуратненько а как этот ну уходят на нет то есть нет четко ярко выраженных границ и вот вам вы когда себе что-то новое придумываете да вы не делаете что-то такое контрастное то есть если вы верили в черное значит вы должны резко поверить в белое нет а вы делаете черное потом чуть-чуть темно-серое например да потом светло-серое потом ближе ближе там я не знаю какой-то вот грязноватый цвет да потом постепенно бежевый кремовый и так далее идет на цвет то есть постепенно переход должен быть когда он идет постепенно и ваш мозг не боится он понимает что окей ну какая разница был там например черный а стал там я не знаю темно-синие они примерно схожие по по тонам примерно черный или темно-темно-синий но при этом это уже другой цвет и вот так вот постепенно когда вы делаете переход мозг привыкает он не сопротивляется он не чувствует что есть какая-то опасность и так постепенно вы сможете внедрить в себя на те новые убеждения которые вам необходимы что уже проявляется как негативное последствия вашего самообмана того что вот вам все достаточно да и нужно все время чего-то ждать что негативного проявляется негативное только проявляется то что вы находитесь в аркане умеренности да что в принципе ничего уже не происходит какое-то вот болото ну ждете ждете ничего не происходит вот может быть водичка постепенно начала цвести одну где-то что-то попахивает да но при этом ничего такого особого не меняется это кстати тоже аркан умеренности альтернативный добродетель что еще проявляется как негативные последствия самообмана где-то вам что-то не нравится где-то внутри начинается какая-то борьба вы начинаете задумываться о том что может быть стоит поменяться да может быть меня и не устраивает что-то это я где-то где-то знать такое ощущение что-то вы внутри себя подозреваете что есть какой-то подвох что на самом деле там и не очень-то меня и устраивает что принципе я никак не могу дойти до этого до этой десятки кубков да вот я где-то застрял в этой девятки кубков я же говорю они какие-то интровертные все девятки ими управляет луна да то есть они как будто бы в полной мере не дают вам прийти к пиковому такому состоянию ощутить что да вроде бы мне хорошо но я как будто бы несчастлив не могу сказать сто процентов что вот я прям вот счастлив да не хорошо одному да я могу пойти туда куда хочу да у меня есть деньги допустим там я не знаю сходить в театр ну вот разделить вот эту вот радость с кем-то до поехать я знаю куда-нибудь на пикник в горы сходить но почему один да вот да это хорошо и тишина и приятно но вот хотелось бы вот показать вот эту красоту гор там не знаю озер лесов с кем-то до что кто-то так также как и я увидел это красоту и также как и я порадовался то есть вот это вот как будто пикового состояния не происходит и вы это уже ощущаете что вас ждет если вы не начнете менять ситуацию что вас ждет вы так и будете жить с оглядкой на прошлое да то есть как какими-то своими воспоминаниями был их побед и успехов будете жить с оглядом с оглядкой на на прошлое да вот луна у нас здесь лабиринт выпал да ничего вы как-то будете как-то внутри себя поникшие не будет яркости нет не будет красок да не будет вот солнца света ясности в ситуации все будете ощущать что вот как будто бы я что-то своей жизни не сделал знаете вот ощущение я не знаю как будто бы какой-то поступок это не сделаны он ведь как то говорит такое ощущение что-то я что-то забыл вот был у нас такое что вот вы себе говорите вроде бы всё сделал по плану да по списку то что нужно было ну такое еще не что вот я забыл только к моде позвон limp как что-то сказать вот здесь вот будет у вас такое ощущение что вы как будто бы что-то не сделали, куда-то не пошли, что-то не изучили, где-то вот вы как будто бы какой-то момент упустили, вот это вот ощущение у вас будет. В общем, неудовлетворенность. Чего нужно опасаться вообще, чего вам нужно опасаться? Категоричности. Император говорит о категоричности, о закостенелости такой, знаете, вот отсутствие гибкости, что вот я такой старый боец, я все знаю, я все понимаю, у меня огромный опыт, мне никто не нужен. Ну вот какая-то ощущение того, какой-то вот вынос мозга. Причем это вот как-то на людях, да. А когда вы сами с собой наедине и уже не получается себя обмануть, да, проскальзывают такие минутки, когда, а может быть, все-таки рискнуть, рискнуть, а может быть, все-таки открыться, а может быть, все-таки попробовать, а может быть, все-таки взять соответственность за свою жизнь и что-то начать делать. И сразу одновременно там какой-то внутренний голос говорит, а что мы разве не делаем? Да, мы делаем. И начинаете себе придумывать кучу всего, чего вы делаете. Но по факту, вот аркан умеренности говорит о том, что результат-то никакого нет. Даже если вы что-то делаете, все, в принципе, оно какое-то такое рутинное, повторное. Чего еще вам нужно опасаться? Ну, разочарований. Не получится у вас не разочаровываться по причине того, что внутри души все равно есть вот эта вот путеводная звезда, которая вас манит и говорит, что вот вам надо все-таки идти в какое-то направление конкретное. И вот это вот ощущение упущенного какой-то, упущенного шанса, упущенной возможности, оно у вас будет присутствовать, потому что у вас внутри вот этот внутренний голос, он не будет оставлять вас в покое. Он все время вам будет говорить, что вот надо идти, надо двигаться. И вы все время будете вот в своей голове по императору говорить себе, что нет, я двигаюсь, я что-то делаю, я меняю. Но вам достаточно посмотреть на то, как вы живете. И если каких-то перемен нет вокруг вас, то показайте того, что в принципе вы проживаете просто день сутка и создаете вот эту бурную деятельность того, что вы что-то меняете. То есть когда мы что-то меняем, у нас есть доказательства во внешнем мире. То есть если мы что-то делаем, у нас меняется как минимум зарплата, пусть больше, либо меньше. Но какие-то перемены идут. Если у вас там, я не знаю, уже пятый-десятый год вы не ездите в отпуск, ну хотя бы за город, я не говорю за границу, куда-то за город. Показатель того, что вы в принципе ничего и не меняете. Что необходимо вам понять и предпринять, чтобы выйти из иллюзии? Ну вот, определиться. Двойка педакли. Определиться. Аркан справедливости, да, в той же категории, что наконец-таки уже определитесь, что вы хотите. Разрешите себе иметь желание. Что еще вам необходимо предпринять, чтобы выйти из иллюзии? Успокоиться по подвойке кубков. Перестать бездействовать. Перестать все время находиться в каких-то мыслительных процессах, что представить все, прокрутить, создать какие-то сценарии, проверить все в своей голове. Такое ощущение, что вам просто надо больше жить. И здесь, как-то знаете, не иметь представления о жизни, а именно жить. Не в своей голове, что вот мне надо это заплатить, в конце месяца вот это надо сделать. Вот эти вот все какие-то обязанности житейские, да, они тоже имеют место быть. Но что-то нужно сделать другое в вашей жизни. Вот тут же Жезлов нам и говорит о том, что у вас должны появиться вообще желания, желания и амбиции. Вам нужно мучиться радоваться, как будто бы жизни. Аркан Клесницы говорит про движение. Поставить, начать ставить себе какие-то цели, да, неважно, большие, маленькие. Вот вам не хватает ощущения, в очень сильный человек вам не хватает ощущения каких-то побед, что вот я чего-то добился. Такое ощущение, что здесь просто вы засиделись, да, очень долгое время засиделись. Если вы посмотрите на себя со стороны диссоциативно, да, то вы как раз-таки увидите, что, блин, а на самом деле-то что-то в моей жизни, она какая-то рутинная стала. И здесь даже вопрос не в том, что в этом скучно как-то. А что-то вот мне не хватает какого-то, я не знаю, адреналина, что ли, здесь вам как будто бы не хватает. Любви? Любви не хватает. Скучно стало? Что еще вам тут не хватает? Что вам необходимо предпринять? Еще одна двойка кубков. Хочется сказать, знаете, влюбиться. Причем влюбиться здесь не обязательно в какого-то человека, а во что-то. Это может быть какое-нибудь дело, это может быть какое-то хобби. То есть вы должны себя чем-то заинтересовать. Не просто заинтересовать, а давай-ка я пойду запишусь, там, я не знаю, в какой-то кружок, да, или в какой-то там клуб. Нет, а вы должны загореться этим, вы должны влюбиться в это. В какое-то дело, не знаю, там, я не знаю, наклейки какие-нибудь собирать. Филателистов найти, не знаю, какие-нибудь марки собирать. Что-то коллекционировать. Хобби. Здесь просто не хватает хобби. Либо если, не знаю, у вас есть такая достаточно творческая работа, то влюбиться в свою работу. Как минимум, влюбиться в свою работу, в то, что вы делаете. Включить какое-нибудь, какое-то творчество. Да, вот рыцарь Куков нам и говорит. Здесь не хватает вот этого, знаете, легкости и флирта. Пофлиртуйте сами собой. Не обязательно здесь должен быть какой-то другой человек. Нам нужно выйти из своей луны, вот из этого какого-то, из холодной зимы, понимаете. Луна – это застывшая вода, она холодная. Здесь энергия у луны, она холодная. Когда мы говорим солнце, да, нам сразу тепло, радостно становится. Когда мы говорим про луну, у нас ассоциация сразу ночью. Ночью всегда у нас холодно. Луна у нас влияет на воды какие-то, на наше эмоциональное состояние. Почему-то у нас сразу идет какое-то такое, знаете, невезение, какая-то грусть, апатия, ностальгия и так далее. Ну, давайте совет вам, просто захотелось. Ну, вот еще одна двойка жезлов. Определитесь уже в конце концов с тем, чего вы хотите в своей жизни. Вот просто сядьте единожды, да, и задайтесь этим вопросом, а что я хочу вообще по жизни? Вот кем я хочу стать? Вот интересный такой вопрос, да. Обычно мы говорим в детстве, на кого ты хочешь быть похожим. А я бы вам сказала, а постарайтесь быть похожим на себя. Но для того, чтобы быть похожим на себя, не на кого-то, а на себя, вам нужно понять, а кто вы. На какого себя вы хотите быть похожим? На того, которым вы есть сейчас, да, может быть, такой, я не знаю, какой-то унылый человек. Здесь человек с огромным потенциалом, да, очень эрудированный, даже позитивный, я могу сказать. Ну, вот он какой-то такой, знаете, тяжелый. Ощущение того, что я ничего и не хочу. Вот это вот не хочу, вот это вот присыщение, да, оно говорит о какой-то ментальной усталости. Я устала за что-то бороться, что-то делать. Я вообще, в принципе, ничего не хочу. А когда у нас не хочу появляется, это говорит о том, что наша нервная система, она перегружена, ее нужно разгрузить. То есть нужно элементарно расслабиться. Начните взаимодействовать с людьми. Больше с ними общаться. Причем с теми людьми, которыми вы ранее бы никогда не общались, которые на вас не похожи. Заинтересуйтесь каким-то человеком, который на вас не похож. Вам не обязательно ознакомиться с ним лично, если нет такой возможности. Хотя бы онлайн, да. Я не знаю, с его мнением, какими-то трудами, работами, мыслями. Вот, я не знаю, как-то вот попробуйте посмотреть на мир, на людей по-другому. Здесь такой замыленный у вас взгляд, что я такой прожженный вообще жизнью солдат, воин, что меня уже ничем не удивить. И если у вас есть такая установка, да, что меня уже ничем не удивит, конечно, вас никто и ничем не удивит. Вам нужно захотеть чем-то удивиться. Вот, аркан силы, да. Найдите в себе силы. Найдите в себе силы побороть свои какие-то инстинкты, да, и вот увидеть что-то человеческое, да. То есть поставьте себе пример быть, я не знаю, мягким, быть добрым человеком. Вообще, все, что значит, что значит для вас человек. Вот кто это такой? Какими качествами он должен обладать? И попробуйте стать этим человеком. Поставьте себе цель, вот, только сказала, поставьте себе цель и погрузитесь в эти знания, да. Погрузитесь в Верховную Жрицу. Вот такой у меня был для вас сегодня расклад. Ну, хорошо, хоть этот расклад достаточно легкий, не такой, как у предыдущей. Я благодарю вас за внимание. Хочу пожелать вам всем отличных выходных. Скажу вот что. Велика вероятность, велика вероятность, ну, еще я на 100% не уверена, что на следующей неделе, возможно, не будет раскладов. 100% сказать не могу, но если вдруг, если вдруг в понедельник не выйдет расклад, имейте в виду, что вот, наверное, целую неделю этих раскладов не будет. Хотя, опять-таки, 100% не могу сказать, все будет зависеть от состояния моего здоровья. Вот, ну, будем надеяться, что все будет хорошо. Я постараюсь вас порадовать новыми раскладами. Еще раз благодарю вас всех за донаты, за то, что вы приходите на Блиц-консультации. В декабре будет очень интересная идея для Блиц-консультации. А я с вами прощаюсь. Вам самого наилучшего. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok